всем огромный добрый и бодрый привет перед вами последний выпуск программы футбол не сахар но последний в таком привычном формате мы намерены меняться не кардинально но так чтобы вам с луцким болельщикам почувствовать себя в прямом смысле 12 игроком если кратко то с нового сезона футбол не сахар попробуют сделать вас непосредственным участником жизни клуба и всей команды александр как в турцию съездить отдыхнули а пока давайте начнем выпуск разговором с нашим капитаном игорь бобко о межсезонье сфк слуцк отголоски прошлого сезона внутри команды есть ты чувствуешь вот эта концовка не самая приятная и лишь сезоне как-то переболели это как-то происходит да нет как бы мне кажется ребята и я в том числе немножко это все оставили в том сезоне сейчас новый сезон все с нуля надо начинать определенные задачи выполнять и все то надо забыть как страшный сон как говорится расскажи как ты провел отпуск дома с семьей все как обычно своими детьми с женой на лыжах с ребенком катался конечно отдохнул немножко набрался сил вот так после этой травмы немного все-таки надо было отойти серьезная травма но немножко работал в отпуске так как у меня некая была программа чтобы свою ту мышцу немножко проработать тебя она не беспокоит иногда на искусственном поле то есть есть такое что но она как ноет а то что касаемо допустим работы в турции когда были естественные поля то вообще никаких вопросов не было то есть вот эта смена она может так как у любого футболиста я думаю что многие знают что когда идет смена покрытия если были какие-то травмы она то есть иногда дает о себе знать одиннадцатый сезон но как бы получается 10 лет будет в этом году вот сюда были какие-то возможные мысли о том чтобы зимой сменить клуб либо какие-то внутренние переживания может переживания были на переживания больше были за того за этой травмы то есть нужен ли я уже клубу поэтому может только в этом плане то что я куда-то уходить меня такой даже мысли не было потому что я как и в прошлом году еще сказал этот клуб и у меня высшей лиги будет заключительным я только из-за этой травмы немножко переживал получается уже 10 лет 11 сезона ты чувствуешь какую-то ответственность ну да ребята многие на эту тему там где-то и шутят и подкалывают на самом деле очень приятно что столько лет отдал этому клубу и может еще несколько лет дай бог здоровья и только буду помогать чтоб клуб развивался и рос вот ну мне очень приятно что я все-таки столько лет провел в этом клубе работаем в этом или в эту межсезонку она отличалась сравнение прошлогодней которую первую зубов немножко конечно отличалась мы работаем и в турции здесь но массы подготовка то и шла во-первых люди многие поменялись надо было где-то сыграться то есть многих виталий геннадий хотел проверить поэтому ну конечно она немножко отличалась прошлый год этот тем более как говорится футбол на месте не стоит что-то новенькое приходит старое уходит надо все это как говорится подкорректировать немножко сыграться стараемся играть в быстрый футбол то есть где-то ставить на контратаки где-то стандарты такой мне кажется футболом очень симпатизирует болельщикам то есть эта быстрота контратаки все на скорости все быстро поэтому я думаю что в этом ключе мы работаем я думаю болельщики будут видеть такой футбол последние годы очень много на русских клубов по экономической причине понятное дело не ездят на зарубежный сбор при этом говорят что в принципе можно адекватно тренироваться в пинске либо где-то в польше очень близко передали объясни пожалуйста как игрок почему именно важны сборы заграничные на хороших полях на траве и с новыми соперниками ну конечно очень важно заграничный сбор там даже восстановление питания отдых то есть ну там все условия есть для того чтобы футболист ничем не думал просто шел тренировался работал и после соответственно нагрузок мог спокойно восстановиться никто ему там не мешает то есть поэтому как бы заграничный сбор это но очень здорово поэтому я думаю многие команды если есть возможность конечно туда выезжают причем насколько я знаю у нас даже многие команды по два-три раза долетают потому что ну и плюс эти натуральные поля это все совсем по-другому то есть очень много плюсов одного сбора с четырьмя спарингами хватает либо в идеале там вместе ну там две поездки ну на самом деле все говорится упирается в финансы мне кажется потому что сборов ты можешь делать сколько хочешь потому что я же говорю это только плюс что ты поедешь на реальные поля и будешь там готовиться но я же говорю все исходят от финансов и от времени которое дано ну в межсезонье потому что допустим мы как в кубке должны уже играть были с динамо мы уже прилетали чтобы здесь немножко недельку это адаптация прошла ну прошла расскажи пожалуйста ты ввезли все это изнутри что за новые ребята пришли как они влелись первые первые влевали в команду да все в принципе ребята хорошие если сравнить допустим на ребята из украины и ребята из африки то конечно с ребят с украины с ними проще мы с ними на одном языке разговариваем то есть любые нюансы вопросы мы все можем очень быстро решить что касаемо ребят с африки ну как люди они до хорошие добрые там отзывчивые там и посмеяться и пошутить это все ну как бы вот этот именно языковой барьер немножко тяжело в общении даже вот на поле где-то подсказа так в принципе ребят это всех хорошие усиление ну да многие ребята довольно очень хорошего уровня и то есть поиграли в хороших командах поэтому я думаю что да усиление уже традиционно перед стартом чемпионата состоялась встреча слуцких болельщиков с игроками тренерским штабом и руководством клуба прошла эта встреча может быть вне совсем традиционном ключе получился открытый честный моментами жаркий разговор такими ведь и должны быть встречи с преданными поклонниками команды актуальные вопросы жизни клуба максимально открытые ответы но а а а а а а а и а 11 возрастов детей с 2001 года по 2012 год. Все ребята стараются, ищем молодые таланты. Нашим спонсорам большое спасибо, что они в любые времена всегда с нами. Большую благодарность, конечно, директору нашего главного спонсора сахароординатного комбината и низкий поклон, чтобы удача нас ждала на поле. Ну, а чтобы она нас ждала, нужно к ней стремиться, и тогда все будет здорово. Ну, встреча, конечно, приятна всегда с болельщиками, встретиться, то есть узнать, что они думают о команде, вопросы позадавать, то есть им, а они нам, то есть это всегда приятно. Без таких болельщиков, то есть я не представляю команду. Главному тренеру больше всего вопросов задавали. Наверное, сейчас это больше важно. Как тебе ответы, Виталий Геннадьевич? Виталий Геннадьевич сегодня был в ударе. Не могу я искусственно брать баллиста, если он слабее. У меня вот есть люди, которые по 30 лет, но я с удовольствием поставил 20-летнего. Но если он слабый, для чего я его буду брать? Для Галочкини, чтобы он здесь просто тренировался, питался, чтобы у него все хорошо было. Причесочка красивая, джинсы и так далее. Мне нужны футболисты-профессионалы, которые будут делать результат. А так, до души футболисты здесь играть не будут. На поле, ребята, не надо номер отбывать. Надо посад, физическое, если футболное мышление, не у каждого может быть. Посад, стелиться, работать. Сулуцар не любят. Полный стадион постоянно в Сулуцке. В Беларуси такого нету на количество города, насельства. Сулуцкие ходят, я сам, товарищ, которых я вижу. И постоянно все. Ради нас играйте. Ребята, не стесняйтесь, вы нас проиграли. Я пойму, там, товарищи, пойму. Идите дать кудричам, фанатам, болельщикам. Отдайте нам дань уважения. Координара Москва. Игроки меняются тысячи, но подходят к болельщикам. И пять минут стоять. Приветствуйте. Вы к нам подходите. Мы ради вас ходим. Понимаете? Мы понимаем, что сейчас денежное средство влаживается сюда. Вообще планируется ли освещение, чтобы попозже было играть? Может, у людей была возможность больше прийти попозже? Мы каждый год поясняем. Это стадион не футбольного клуба Сулуц и не сахарного комбината. Хотя все, что там сделано, там сделано сахарным комбинатом. И трибуны, и табло. Освещение планируют. Возможно. Но обратно же для этого есть город. Спросите, зайдите городским властям, задайте вопрос, напишите. Планируют ли они освещение? Мы были бы только очень рады, если бы можно было там установить освещение. По поводу третьего места, я думаю, нужно ставить такие задачи всегда, то есть без максимальных целей. То есть как можно играть вообще и куда-то стремиться. Самое классное, то, что мы поставили задачу в кройку. Поле мы ждем тоже долго. И будем надеяться, что наши дети теперь будут постоянно заниматься на этом поле. А не в перерыв между, тогда, когда оно будет свободным. Спасибо. Мать вас. Да, без проблем. Давай. Спасибо. Желаю вам очень успехов. Спасибо вам большое. Мы в вас очень верим. Спасибо. Ждешь новый сезон? Конечно. Я всю зиму ждала, прямо, можно сказать, дни отсчитывала, ждала, ждала, и вот настало почти. Как там, ребята, болельщики? Тоже в ожидании? Да, в ожидании. Все ждут. Что говорят? Говорят, что вот уже, наконец-то, надеемся на лучшее, надеемся, что в этом сезоне ребята не подведут. И будем рвать, будем играть и болеть. Как-то встреча сегодняшняя, жарко было? Да, очень. Вот эти споры с Виталием Степановичем, но вы выяснили все, все узнали. Для меня все стало понятно. Некоторые вопросы, потому что меня волновали вопросы, какие же мы будем, какие у команды будут планы на сезон грядущий, что с составом, как. Ну, для себя открыло многое. Каждый болельщик может высказать свое мнение какое-то, каждый имеет право на слово. Новички команды уже успели проявить себя в деле, и речь не только о межсезонном сборе в Турции. Два кубковых матча против минского «Динамо» оставили приятное впечатление. Возвращение нашего старого знакомого, его орица Якуба Бамбы, давно на слуху в чемпионате Белоруссии Евгений Савастьянов, украинский легионер Артем Дудик, арендованный у донецкого шахтера, пока очень удивляет со знаком «плюс». Со всеми новичками Слуцка мы будем постепенно знакомиться в ближайших выпусках. Ну, а если вернуться к противостоянию в четвертьфинале Кубка, наверное, важно отметить один момент, который давлел на команду. До победы в Бобруйске Слуцк имел катастрофичную серию из 10 поражений к ряду. Эта серия тянулась еще с той самой злополучной концовки прошлого сезона. Да и Виктория в ответном матче стала первой над столичем «Динамо» в истории нашего клуба. Я думаю, что заслуженная победа наша, потому что дали все силы, и по игре, я думаю, было видно, что не испугались, и достойно выглядели как бы на фоне номинального, наверное, лидера. Поэтому я доволен нашей игрой. Опять же, по игре слишком, ну, игра была равная, я считаю, там. То есть там два гола, ну, как бы, как случайный случай они произошли. То есть без моментов, грубо говоря, и пропустили два гола. И у самих были моменты, ну, не использовали. Если бы хотя бы один гол забили, он бы сегодня нам бы пригодился. Итак, чемпионат стартовал. Надеемся, что начнем мы его за здравие и также закончим на позитивной ноте. Давайте поддерживать команду, когда эта поддержка будет так необходима. Почему бы не начать сезон с настроем, что сезон этот, возможно, станет историческим для всего слузского футбола? Ну, а вам, дорогие болельщики, хочется пожелать любви к футболу, уважения. Спасибо вам, что вы приходите на стадион. Мы рады каждому болельщику, который приходит и болеет истинно за команду. Я желаю удачи, что мы всегда с ними, несмотря на поражение, несмотря на то, что если у них что-то не будет получаться, мы всегда рядом. И просто пожелаю удачи. Скажу болельщикам, во-первых, большое спасибо за прошлый сезон, что они приходили, болели. Как я уже видел и в этой игре кубковой, что они нас поддерживают, любят. Поэтому большое им спасибо за это. Всех приглашаю на стадионы. Берите своих друзей, знакомых, приглашайте. То есть всех, кто любит футбол, приходите, болейте за нас. Ну, а мы будем стараться радовать вас.